Привет, дорогие друзья! С вами Ева. Я играю на скрипке более 18 лет и хочу поделиться своим опытом. Мы разбираем тему организация домашних занятий скрипача. Поехали! Возьмем час времени. Мы разбиваем наш час на 4 пункта. Первый пункт. Развитие техники левой руки. Второй пункт. Развитие техники правой руки. Третий пункт. Работа над конкретным произведением, над мелодией, которую мы хотим освоить. И четвертый пункт. Свободное плавание, творческий поток. В общем, называйте это как хотите. 15 минут для импровизации, для подбора по слуху. Может быть, вы взяли скрипку буквально 3 месяца назад, но уже хотите освоить вибрато. Поэтому эти 15 минут вы можете конкретно использовать для развития каких-то других навыков, которые немножко выше по уровню, но вы очень к ним стремитесь, но понимаете, что этого делать пока нельзя, это рано. Но все-таки должен быть момент исполнения для души, для удовольствия всегда, каждый день. Тогда эта рутина не будет казаться такой нудной и скучной. В идеале этот час лучше распределить на целый день, а не так, что сел и занимаешься вот как есть. Конечно, есть люди, которые более флегматичные, которые долго раскачиваются, но потом, если сяду, то уже как положено работает. Но все же я рекомендую делить это время на части, либо на два захода, либо на три, либо на четыре. Рекомендуется занятие с утра, пока свежая голова. Самое верное, самое хорошее занятие, это все-таки, когда у вас чистый белый лист здесь, и мозг еще не засорен той информацией, которую вам приходится фильтровать за день. А все, что для души, разбор произведения, нового читка с листа или импровизация, всегда ставьте на вечернее время, так как организм уже более уставший, ему хочется как-то расслабиться. Поэтому возьмите себе за правило самую нудную часть работы выполнять всегда в начале, сразу же. И вам будет просто психологически легче заниматься. И потом вы начнете ловить реальный кайф от того, что вот вы сделали, у вас пальцы начинают бегать уже как-то, у вас уже все слушается, вы начнете ловить себя на том, что уже смычок идет по-другому, более легко и свободно. Да, иногда кажется, что вы стоите на месте, но это не так, поверьте мне, вы развиваетесь, если вы занимаетесь регулярно и систематически. Ни в коем случае не психуете и не говорите, что вот, блин, у меня не получается этот звук, все, все, вот. Ну, ребят, давайте будем честными, скрипка — это тот инструмент, которым нужно заниматься с детства, очень регулярно, под присмотром хорошего педагога, и, в общем, это большой-большой труд. А вы хотите все сразу, буквально несколько часов, или там полгода я играю, я уже хочу играть с красивым звуком? Следите за своей постановкой, следите за пальцами. Учителя в музыкальной школе не просто так выдумывают эти какие-то задания, чтобы усложнить вам жизнь. Это все нужно для того, чтобы вы играли верной постановкой. Верная постановка — это ключ к красивому звуку. Не пренебрегайте упражнениями и всякими штучками для развития гибкости пальцев. Обязательно уделяйте время упражнениям, таким как тягание смычка, это очень-очень важно. Может быть, с первого, со второго раза вы не поймете, что что-то поменялось, но потом вы обязательно заметите, что смычок идет легче, что звук становится более ярким, более насыщенным, что ваша рука правая становится более податливой и больше вас слушается. Подписывайся на мой канал, ставь лайк. И если ты хочешь прямо сейчас выучить какую-то простую мелодию, то переходи по ссылочке в описании, я оставлю несколько видеоуроков там. Нормальные занятия — это занятия самостоятельно, со скрипкой, осознанно в тишине. Ни оркестры, ни импровизация где-то там со своими друзьями вечерком на пляже, ни в коем случае ни ансамбли, ни квартеты, ни просто там в дуэтике под гитарку поиграть. Это не занятия, это баловство, импровизация, либо просто ваши предметы, которые положены по программе. Самостоятельное занятие — это то время, которое вы проводите конкретно с инструментом. То есть, когда вы ставите конкретную задачу, выучить этюд, выучить гамму, выучить произведение или поработать конкретно над техникой левой и правой руки. Бывает такое, что вы часто можете услышать, «Ой, я так много занималась, вот у меня было три часа оркестра, а потом два часа ансамбля, а потом на спецке меня немножко помучили, ну и в принципе я шесть-семь часов играла, в общем, с меня хватит, я пойду, буду отдыхать». Нет, это так не работает. Все эти занятия не считаются. Это занятия по камерному ансамблю или по квартету. Это совершенно разные вещи. Дело в том, что когда вы играете в оркестре, бывает так, что услышать себя очень сложно, потому что ваша задача — слышать себя в пачке, слышать другого, к примеру, соседа, кто фальшиво, кто чисто играет, посмотреть штрихи. В общем, куча нюансов, от которых и так условно болит голова. Что же касается каких-то импровизационных вещей, это все очень хорошо, очень полезно. То, что вы, к примеру, идете с подружкой побаловаться, она сидит за фортепиано, или там ваш друг играет на гитаре, а вы решили поимпровизировать и сыграть две ноты. Это все очень хорошо, очень развивает и очень расслабляет. Кстати, кто-нибудь знает ответ на вопрос, сколько же нужно заниматься скрипачу? Кто-то говорит, что час, кто-то занимается 15 минут, а кто-то 3-4 часа, а кто-то целых 7. Кто же все-таки прав? Если ты начинающий скрипач, то тебе нет смысла забивать свои руки, забивать свои мышцы, играть по полчаса, либо по часу. Начни с 10 минут, с 15. Пусть ты будешь играть несколько месяцев, по 15 минут всего лишь. Но это будет хорошее 15 минут. То есть там, где ты конкретно развиваешь свою технику, либо какой-то навык, конкретно учишься ставить пальцы в нужное место. Часто в музыкальной школе ученики забывают, что занятия нужны не самому педагогу, а все-таки ребенку. Дело в том, что по факту учителю должно быть все равно, сколько ты позанимался. Ты должен показать результат. Но мало кто тебе скажет, что именно в музыкальной школе, именно в детском возрасте закладывается техника, особенно у скрипачей. Поэтому не нужно пренебрегать занятиями, и нужно как можно больше вложить именно в период музыкальной школы. Пока ты еще маленький, пока у тебя есть такой перерывчик, условно, пока у тебя есть время до 12, до 14 лет, и ты можешь развить гибкость пальцев максимально. Потом это уже сделать намного сложнее. Многие взрослые скрипачи завидуют тем, кто помладше, потому что у них больше гибкости, больше времени, и кажется, что больше способностей для скрипки. Поэтому уже в музыкальной школе нужно приближаться к таким цифрам, как 2-3 часа в день. Это нормально. Я уже не говорю о тех детках, которые занимаются в лицах при консерватории. Они занимаются намного больше, и усерднее, и эффективнее, потому что прекрасно понимают, что если ты хочешь стать серьезным музыкантом, профессионалом, это огромный труд, это ежедневные занятия по много часов. Конечно, все мы взрослые люди, и если вы связаны с другой профессией, и скрипка для вас это исключительно хобби, если вы находите 40 минут или час каждый день, то вы огромный молодец. Это очень классно, когда вы находите такое время для хобби, и, в принципе, за 40, за час можно много чего успеть, и вы можете за это время распределить свои занятия максимально эффективно и развиваться в очень хорошем русле. Может, кто-то из вас думает, что ладно, вот я не позанималась, к примеру, 3-4 дня, вот я выходные, сяду, и вот прям 3 часа каждый день, и субботу, и воскресенье, и все у меня будет хорошо. Но это так не работает. Самое главное — скрипки, систематические занятия. Пусть это будут 15 минут, когда-то час, когда-то 15, когда-то 30, но это будет по чуть-чуть ежедневно, либо через день, либо через 2 дня, но с регулярностью. Это очень важный момент. Дело в том, что таким образом ваши руки никогда не будут переигрываться, никогда не будут болеть, и вы будете всегда в прекрасной форме. Еще один момент — занятия по вдохновению. Как говорил Петр Ильич Яковский, вдохновение — это так гости, которые не любят посещать ленивых. Вдохновение часто приходит во время исполнения. В общем, аппетит приходит во время еды. Поэтому не ждем никого, ничего, становимся заниматься, и в процессе игры мы уже поймем, что вот, у нас что-то получается, уже лучше. Бывают, конечно же, такие дни, когда лень, когда апатия, когда не хочется. У меня то же самое. Я тоже не очень трудолюбивый человек. Я себя иногда заставляю. И после того, как я себя заставила позаниматься, я чувствую себя намного лучше. Во-первых, я чувствую, что я выполнила долг. Вот. Я сделала свое дело, я поиграла ирландские танцы, я повторила программу, вспомнила арпеджио или гамму, и мне самой становится легче. Возможно, это еще программирование самого колледжа, когда тебе говорили, что вот, нужно постоянно заниматься, постоянно, постоянно, если ты пропустишь один день, то все, хана. Если вы думаете, что музыканты — это такие волшебные феи и эльфы, которые все время скачут за вдохновением, у них все прекрасно, они такие воодушевленные, вы ошибаетесь. Музыка часто — это такая же рутина, как работа продавца, или работа на стройке, или работа медиком. Это такая же рутина, как другая любая профессия. Но, тем не менее, чтобы получать кайф от музыки, кайф от того, что ты сделал какой-то результат, выучил произведение, или у тебя что-то получается, нужно заниматься регулярно. Бывает так, что кажется, что вот, все бесполезно, становится только хуже. Это неправда. Обучение игре на музыкальном инструменте — это процесс накопительный. Иногда вам кажется, что вы топчетесь на одном месте, месяц, другой, но на самом деле вы развиваетесь, развивается ваша моторика, развивается ваша память. И в какой-то момент вы поймете, что стало резко намного лучше. Поэтому ни в коем случае не прекращайте занятия, когда вам кажется, что вот, все как-то странно, все как-то уже тускло, попробуйте сменить метод занятий. Если вы начинали играть с гамм и арпеджио или, к примеру, с этюда, а потом уже переходили к произведению, возьмите раз в неделю и поменяйте все местами. Начните с какой-то импровизации, начните с какого-то произведения, которое вы давно не играли, или с какой-то кантиленной мелодии, а потом переходите к техническим частям. Вообще, я крайне рекомендую на скучные однообразные упражнения всегда придумывать себе разные развлекушечки. Например, вы тянете смычок и считаете до 30, а завтра вы делаете то же самое упражнение, только придумали себе скороговорку, либо перечисляете пять слов на английском медленно. Так веселее и полезнее, но дело в том, что вы должны еще успевать следить за звуком. Все-таки это первостепенная задача.